Парма Меня зовут Си Джей Брайс, игрок Парма, и сегодня вы узнаете что-то новое обо мне в рубрике «Первый раз». Я не любил драться, а вот моя сестра любила. Она выросла на этом. Нет, я дрался пару раз, но не могу назвать себя бойцом. О, первые деньги у меня появились в 10 лет, на мой день рождения. Я потратил их на медовые булочки. Это такой десерт. Сладкий и вкусный. Миллион? У меня нет миллиона еще. А, рублей. Когда у меня появился первый миллион, я купил сразу пальто и шапку, потому что знал, что в России очень холодно. О, я вколотил первый данк, когда мне было 13. У нас была тренировка, и мы всегда пробовали данк. И в этот день у меня получилось, и я был счастлив. До этого я не мог забить сверху. Мне всегда совсем чуть-чуть не хватало, я был очень близок, но на тренировке у меня получилось. Я был очень счастлив, мои одноклубники тоже очень были рады за меня. Мне нравится смотреть на данки Леброна Джеймса. Он был одним из тех баскетболистов, на чьих играх я рос. Леброн очень агрессивен в атаке. Для меня удивительно, что он никогда не участвовал в данк-контесте, но он очень крут. Первый раз, когда про меня написали в газете, это был мой первый год в старшей школе. Мы с моим другом Таджем Ниддлтоном провели действительно хороший год, и в следующем сезоне про нас напечатали статью в газете. Первый раз, когда я отправился в путешествие, это была поездка в Южную Каролину. Я жил в Северной Каролине, там я родился, а в Южной Каролине у нас было много родственников. Там много воды, пляжей. Когда я был маленький, родители взяли меня, и мы поехали навестить родственников. Я люблю путешествовать. Мне нравится бывать в различных частях света, смотреть, как там живут люди, узнавать различия в их быту. Это очень интересно. Самое красивое место, где я бывал? Багамы. Багамские острова — это мое лучшее путешествие в жизни. Я ездил туда со своей командой из колледжа, мы катались на водных мотоциклах, там был аквариум под названием «Атлантис». Действительно хороший курорт, у них было что-то вроде казино внутри отеля и все такое. В общем, все было круто. Впервые я влюбился в мою нынешнюю девушку. Ее зовут Анаэс. Это моя первая настоящая любовь. Мы знакомы уже 6 лет, и я надеюсь, что скоро она станет моей женой. А вообще, первая любовь — это, конечно, баскетбол. Определенно. Я раньше занимался и футболом, и бейсболом. Я очень люблю футбол, но баскетбол всегда был чем-то особенным для меня. Быстрое движение вперед-назад, чего ни в одном другом виде спорта нет. Ты постоянно бегаешь от одного конца площадки до другого. Защита, нападение. Первый раз что-то своими руками я сделал в детском саду. У нас был кружок, и мы делали много вещей своими руками. Мы, конечно, рисовали и даже делали такие небольшие скульптуры. Что-то вроде подарков на праздники для близких. Первое, что я приготовил — яичница. Мне нравится готовить, и я продолжаю учиться этому, но с баскетболом сложно. Сейчас я не могу проводить на кухне так много времени, как мне бы хотелось. Но я стараюсь. Когда я впервые приехал в Россию, я думал, что здесь люди очень грубые, надменные. У нас есть такое понятие, как «южное гостеприимство». Оно предполагает, что южные люди более милые. Но сейчас, когда я уже гораздо лучше узнал Россию и ее жителей, я могу сказать, что здесь очень приятные люди. Баскетбол точно был выбором моих родителей. Мне был год, когда отец дал мне в руки мяч, и я начал с ним много играть. И вообще, отец был спортивным. У нас много членов семьи, так или иначе связанных со спортом. Например, моя кузина, она играет в WNBA в Америке. Поэтому, да, мои родители решили отвезти меня на тренировку по баскетболу. Я не был достаточно хорош в начале. Не был так сосредоточен на игре. Просто развлекался, но затем это стало моим любимым делом. Впервые я спел в церкви. Я пел в хоре, у нас был университетский хор, и мы пели много песен в церкви. Я люблю петь. Я сам пишу музыку, рэп. Правда, немного. Мне очень нравится музыка. Еще я играл на барабанах. Немного, когда был молодым. Но мне больше нравится современная музыка, созданная на компьютере. О, я помню, когда пошел в кинотеатр, там был фильм «Шрек». Да, это был мой первый мультик. И я очень сильно злился на родителей, потому что они сказали, что мы не можем поехать в кинотеатр. Я много плакал, уснул в машине, а когда я проснулся, мы были уже в кино, на «Шреке». И я был очень счастлив. Похож ли реальный баскетбол на то, что происходит в фильмах? Думаю, нет. Когда я смотрю ТВ-шоу, кино, это вообще другое. Это не похоже на нашу игру в реальной жизни. Я хочу снять фильм, быть режиссером фильма, и я думаю, что у меня получится сделать его максимально правдоподобным, так как я играю в эту игру. Впервые я сказал на русском «Привет». Но я еще учу этот язык, стараюсь составлять предложения, не говорить по слову. Сколько слов я знаю? Около 15. Это самый сложный из всех языков. В баскетбол играть точно проще. Но я продолжаю учиться. Мне кажется, это был какой-то салат. Не знаю даже название. Какая кухня мне нравится? Наверное, итальянская. Но больше всего мне нравится софу. Это американское блюдо. Курица со сливками, с чесноком. Это мое любимое блюдо. В Перми есть очень классное место, куда я захожу поесть после тренировок и игр. Там очень вкусно. Оно находится буквально через дорогу от зала. Часто там бывают. Это был Си Джей Брайс. Сейчас вы знаете обо мне намного больше, чем полчаса назад. Что еще сказать? Пригласить на матчи? Конечно. Если вы хотите узнать, какой я на паркете, приходите на матчи Пармы. Пармас Гамз. 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 Продолжение следует...